Осенью 2021 года телеканал ЮТВ рассказывал о Владиславе на Среддинове. Мужчина вместе с командой из некоммерческой организации «Чистотел» строил баню для людей с инвалидностью и бездомных. И вот, наконец, строительные работы завершены. Печь затоплена, веники приготовлены и баня открыта для посетителей. Давайте пройдем внутрь и посмотрим, как она выглядит. Дубовый веник, деревянные полочи, тазы какие надо, водохлон горячий. Печку он оригинально сделал, она очень эффективна у него. И ко мне много там такой гайки речной, наверное. И будь здоров, там жар. Я недавно похоронила мужа, он тоже инвалид был, первой группы. Лежащий, больной. И вот это помывы, уход, эти самые гигиенические дела. Нам пришлось ванну вырезать вот так вот, чтобы его можно было в ванну занести, как-то посадить там. То, что вот эту баню открыли, городу, конечно, очень нужна эта баня. Просто это поймет только больной человек, тот, кто нуждается в этом. Вдохновил заняться созданием бани Владислава его друг, который в 26 лет получил серьезную травму в автомобильной аварии и с тех пор прикован к кровати. Строительство финансировали неравнодушные люди и меценаты. Изначально предполагалось, что баня будет принимать только полностью парализованных посетителей. Но позже авторы проекта приняли решение, что их двери будут открыты абсолютно бесплатно для всех людей с инвалидностью. У нас вот почему двери вот такие вот, если вы заметили, большие, потому что туда кровать, чтобы проходила спокойно. И вот эти двери такие вот большие, они там мы раздеваем, здесь туда и сразу в парилочку моем и все. А так, я думаю, у нас даже придут пожилые люди, которые инсульт перенесли, которые еще там, они же не могут в общественные бани, потому что на общественные они пришли. И получается, что там каждый занят своим делом, не дай бог, кто-то толкнул, кто-то еще. Стол этот, как бы, ну, пол подскользнулся еще. Здесь у нас мы за каждым больным смотрим. Как говорят сами люди с инвалидностью, проблема с посещением бань для них стоит особо остро. В городе они просто не приспособлены для их комфортного доступа. Не все могут в баню зайти, одноногие еще туда-сюда может, а другие категории с большим трудом. Некоторые, наверное, всю жизнь не мылись и очень долго не мылись. Вот я, например, я много лет не мылся. Реально. Ну, лет 15 точно не мылся уже. В городе Уфа вот подобного рода проектов фактически и нет. Так, чтобы инвалид мог приехать, помыться, попариться, почувствовать себя обычным таким же человеком, как и все остальные, которым не лишен таких приятных удовольствий. Ну и к тому же это удовольствие полезно для здоровья. Я сам любитель бань. В планах у Владислава и его команды открыть бесплатную баню для людей с инвалидностью в Стрель-Тамаке. И еще как минимум одну в столице Башкирии. Мы планируем еще и Уфе открыть. Грубо говоря, у нас есть восточное направление, еще у нас будет западное направление. Ну, это в той части города, в старую Уфе где-нибудь вот так вот, в этих пределах. Это не единственный социальный проект некоммерческой организации «Чистотел». Сейчас идет подготовка к открытию второго отделения бани, в которой бездомные люди смогут бесплатно помыться и получить чистые вещи. Она у нас готовится, мы принимаем вещи, потому что им надо как бы в чисто одеваться. А не так, они помылись, в грязное оделись и опять пошли, да, бродить. Нет. Мы их делаем, приводим в нормальный социальный строй такой, чтобы у них был социум, ну, хотя бы там на 4 с минусом, вот так вот, в пятибалльной шкале. Доброта – это то, что спасет мир, как говорили классики. Поэтому это очень хорошо, что люди не только о своем кармане думают, но и о каких-то общечеловеческих ценностях. Я намерен сам поддерживать этот проект и приложу все свои умственные и не только умственные силы для того, чтобы это развивалось. Вы также можете оказать помощь проекту некоммерческой организации «Чистотел». Для этого достаточно позвонить Владиславу по указанному на ваших экранах номеру телефона. Артур Бигнов, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.